У вас покупатели без масок? В магазине, вот там, я посмотрю, у молочной медицины без масок. В магазине на Минской 89 гости из санстанции. Проверяют антиковидный дресс-код. В фокусе внимания покупатели и сотрудники. К первым есть вопросы. Хотя при входе висит напоминание, без маски не обслуживаем. Люди игнорируют правила. Чего не скажешь о кассирах, уборщиках, кладовщиках, администраторах. Они дела ведут безопасно с точки зрения здоровья. Каждые два часа проходит смена масок у продавцов и кассиров. Обработка поверхности также проходит каждые два часа. Соблюдаем масочный режим. Обслуживаем покупателей в масках. Если кто-то входит в магазин без маски, рекомендуем одеть и просим соблюдать дистанцию. На просьбу потребители реагируют по-разному. Доходит и до словесных разборок. Но это единичные случаи, признается заведующая. В большинстве в обручане понимают. Это не чья-то прихоть. Правила диктует коронавирус. Как вы относитесь к ношению масок в общественных местах? Очень положительно. Во-первых, это защита своего здоровья идет, окружающих. Ну, естественно, и профилактика для населения идет. Я считаю, что нужно носить, причем на носу тоже. Я считаю, что нужно их носить, потому что сейчас пойдет опять, мне кажется, пандемия. И нужно, чтобы все носили маски. Потому что это важно для здоровья и чтобы меньше было заражений. Северная часть города, седьмой микрорайон. Еще один магазин. За первые 15 минут работы больше 30 покупателей. История повторяется. Кто без маски, тому напоминают. Несознательных не обслуживают. Что поделать, таковы правила. На кассах кассиры, продавцы предупреждают всех покупателей, чтобы носили маски, одевали маски. Обработку рук проводят все, да с средствами. Стараемся, все соблюдаем, предупреждаем всех и покупателей, и сами. Санстанция мониторит не только магазины, парикмахерские остановки, общественный транспорт, банки, аптеки. Проверки проводятся с начала года. Некоторые нарушают. За истекший период было привлечено более 30 ответственных лиц. Ну, что хочу сказать, нарушения, которые выявляются нами, субъектами хозяйствования, устраняются. Более значительные нарушения – это на объектах мелкой, рознице мелкой торговли. Также присутствуют нарушения на объектах сетевой торговли. Но они своевременно устраняются. Уже проверено около 500 объектов, из которых 100 под вниманием специалистов. Ждут, когда устранят замечание. Первый раз предупреждение, дальше штраф. Физлицам от 1 до 30 базовых. ИП от 2 до 200. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруиск, 360.